здравствуйте здравствуйте с нами на связи сергей соколов координатор региональных отделений опоры россии по сибирскому федеральному округу добрый день рад всех видеть ну и в общем то сразу с места в карьер сразу сразу спрошу говорят что этот год был достаточно сложным для наших аграриев потому что летом начало лета была такая очень сильная жара была засуха пересевали поля потом были дожди а теперь вроде как еще и бензин подорожал и собрать до конца не успевают правда или нет что что происходит и почему но сибирь это зона рискованного земледелия поэтому раз четыре в три года происходит вот такой цикл когда погода несколько в диссонансе с требованиями аграрной науки весна была холодная посевная затянулась на пару недель а то и на ты уборка происходит в экстремальных условиях осадков поэтому и позже поэтому если брать точку отсечения то на сегодняшний день порядка 60 процентов только убрано это зерновых культур и технических культур меньше 50 процентов поэтому есть ощущение у сельхозпроизводителей что часть придется уже по снегу собирать вот ну и понятно что вы правильно задели вопрос стоимости топлива на заправке это не показатель самый парадокс в том что в опте цена дороже чем в рознице на заправке вот и все это перекладывается на продукцию на молоко на зерно все это ложится в будущую себестоимость следующего урожая поэтому понятно чтобы посеять в следующем году держать невысокие цены на сельхозпродукцию в текущем моменте невозможно мне кажется вот если говорить о погодных и природных условиях ну человеку мне кажется невозможно бороться с такими обстоятельствами и каждый год в общем-то морально мы должны быть готовы к тому что может быть всякое ну в том плане ну про может может вырасти цена ну а что теперь это нормально погоду мы не можем взять и изменить нет но мы можем риски страховать ведь на самом деле агро страхование это достаточно не новый продукт и просто не все сельхозпроизводители осознают необходимость страховать свои посевы например вовремя потому что когда начинается уже засуха страховые компании естественно понимая будущие выплаты всячески препятствует этому страхованию а если страховать например в марте когда еще не ясно значит будет ли засуха или нет будет ли осадки большие или нет вот тогда люди хеджируют вот эти риски и в принципе вот в сибирском федеральном округе это культура только начинает нарастать в европейской части где основные объемы сельхозпродукции производится там уже это в принципе сельхозпроизводители делают ну наиболее скажем так часто и тогда когда у них возникает чрезвычайная ситуация официально объявленная они по крайней мере имеют возможность сделать лонгирование кредитов могут списания там свои сделать в общем говоря подстрахуются но это не не улучшает ситуацию с ценами и сегодня рост вот этой продовольственной инфляции да он фиксируется и там и через борщевые наборы и через то что вы говорите там гамбургеры разные вот эти сочетания продуктов значит это все уже очевидные вещи а вот и для нас для людей потому это чувствительно потому что там 60 70 процентов семейного бюджета по сути это бюджет холодильника вот и любая цена любое колебание ростат показывает ведь сбалансированную инфляцию то есть там стоимость билетов театр там например играет роль там условно там проезд самый драйвер инфляции это конечно продукты как товары повседневного спроса но опять же опять же есть мне вот интересно а есть у нас какие-то продукты которые вообще не дорожают вот скажем я я почему спросила потому что вот предрекают обычно на кофе что вот будет дефицит кофе кофе будет дорогим будет еще что-то с кофе кофе и мы из года в год это слышим но я не видела чтоб ценник менялся вот честно для меня кофе это такой странный продукт про который все орут но при этом нет ну кофе во первых это кофе же кофе рознь то есть то то кофе который мы видим на полке она кофе мне является то есть это некие сублиматы там кофейные напитки и прочее то есть натуральный кофе он дорожает естественно это биржевые многие продукты являются биржевым товаром также как и зерно по сути вот поэтому сдерживать искусственно можно но это не приведет к тому что рынок будет сбалансирован в конце концов есть сезонные колебания то есть такие продукты массовые как некоторые виды овощей там в какой-то период года картофель капуста морковка понятно что это корректируется то есть в апреле в марте в мае это пик цены а сейчас вот в уборку в октябре это низ цены поэтому многие вот чисто на этом можно там смотреть что продукты там какие-то не дорожают в целом емкие продукты то есть мясо например вот там мясо курицы яйцо то есть то что увязано не только вот с вегетации с солнцем и землей там и с остатками где где есть смежные затраты значит естественно на фоне роста стоимости того же топлива да это определенные ну отражается вот государство понятно с нормальными механизмами способно регулировать рынок и фаз и правительство новосибирской области мониторят еженедельно и по некоторым позициям ежедневно стоимость продуктов на полке сигналят торговым сетям о необходимости держать определенный уровень запасов таких ну скажем так необходимых круп продуктов питания которые вот ну действительно определяют вот как количество как калорий в день до условно говоря то есть государство над этим работает но цепочка производства и переработки и торговых сетей настолько длинная что каждый понемногу приложился с наценкой и получается что на полке уже потребитель платит там плюс 10 15 процентов вот тем более сами понимаете любой производитель начиная с сельхозпроизводителя вот в деревне переработчик они все кредитуются рост ставки банка россии да вот который у нас произошел крайние два месяца он но подстегнул стоимость денег то есть сегодня там для коммерческого предприятия 16 процентов годовых это в принципе обычный разговор вот но так вот если переложить все это в жизнь ну должна быть маржа чтобы отбивать эти 16 процентов за счет чего за счет кого ну понятно что это все уходит также на полку поэтому вопрос есть субъективных моментов да там желание предпринимателей подстраховаться ценой да заработать там и так далее но есть объективные вещи начиная с погоды с которой мы начали которая влияет на объемы товарной продукции заканчивая в принципе регуляторикой кредитами и вот мы на выходе имеем по сути вот такую вот так называемую продуктовую инфляцию борщевые наборы которые ну так или иначе там к новому году будет стоимость оливье как обычно считается у нас там на столе вот но людям надо быть понятно к этому определенно готовыми здесь многие идут проверенным путем личными приусадебными хозяйствами делают различные картошку летом дешевле купить в мешке чем потом по килограмму зимой покупать ну правильно но ее надо где-то хранить нужен погреб то есть люди же сегодня сегодня поведение потребителей оно ведь таково что люди перестали ну значительно меньше стали готовить дома ведь те продукты о которых мы говорим их надо там купить принести помыть сварить съесть и так далее многие идут тем путем что сознательно понимая что вот фастфуд либо вот общепит это удобно быстро там экономия времени чисто из рациональных соображений просто покупает приготовленные продукты очень много заморозки сейчас поэтому продается разной вот поэтому здесь тоже на стыке таких наверное цивилизационных уже вопросов когда понятно есть основные продукты питания ну а ведь есть уже приготовленная еда которую люди к сожалению стараются уже в таком виде покупать а это дорого реально если посчитать вот в месяц разницу между там сколько бы вы за суп отдали дома за кастрюлю условно говоря там 500 рублей наверное вот и нежели вы за 500 рублей купили чашку в кафе супа того же самого да и при этом там объем порции порой убивает просто на повал но тут это же выбор потребителя согласитесь никто его не заставляет ходить в кафе то есть вот все все в сумме всех вот факторов поведения потребителя значит объективные субъективные факторы все это приводит к знаменателю на полке цены на полке вот но хотелось бы чтобы с топливом все таки получилось более справедливо потому что у нас достаточно энергоемкое сельскохозяйственного производства силу погоды силу вот климата нашего да то есть наверное было бы разумно вот сибирь рассматривать как зону особенного сельскохозяйственного производства может быть какого-то экспериментального потому что на самом деле так и есть вот и делать для этого определенные преференции в том числе гарантировать вот отсутствие скачков затрат на сельхозпроизводство потому что крестьянин получает продукцию в нашем климате не два и не три раза в год один раз в год вот и следующий шанс у него отбить вот эти какие-то потери убытки только в следующем году это не юг где урожайность зерна там 80 процентов с гектара в сибирском в сибири в среднем там 22 25 за один и тот же период времени вот поэтому к сибири нужно подходить как и в принципе к дальнему востоку сейчас особенный подход есть вот сибирь должна стать определенной в агропромышленном комплексе зоны особенного сельхозпроизводства с преференциями тогда мы будем меньше разговаривать о том что вот у нас выскочили цены на продукцию но у нас же все равно существуют различные меры поддержки предпринимателей насколько я знаю мы в эфирах часто про это тоже говорим их не хватает или 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 все-таки вот ты ну несмотря на то что есть меры поддержки природа вносит коррективы скажем так природопогоды ну ну природу увидите мы побороли то есть если взять объемы сельхозпроизводства в советском союзе вот на нашу территорию сегодня у нас гораздо больше производится то есть мы производительностью труда и техники мы природу то давно уже победили можно сказать ну в разумном смысле только кроме стихийных явлений а вот то что говорите о мерах поддержки их много не существуют но первый момент что они обычно предоставляются по факту понесения затрат в следующем году то есть надо сначала вложиться во вторых в основном это меры поддержки направленные на инвестиционную деятельность на развитие вот и в данной ситуации это несколько пересекается с с ритмом предприятия то есть себестоимость подрастает цены не всегда и покупательская способность то есть мы же как бы сказать идем к определению баланса цены с двух сторон одна цена одна часть стоимости формируется за счет затрат вторая за счет покупательской способности потому что человек вот ну с его уровнем доходов он больше чем есть он не не сможет купить поэтому от этого получается емкость рынка вот например сибирском федеральном округе в силу вот такого интенсификации производства у нас в зерне перепроизводство порядка пяти миллионов тонн в год то есть у нас на 5 миллионов тонн больше производится чем мы перерабатываем здесь на месте чем потребляем вот и с одной стороны что такое сельское хозяйство это в том числе поддержание сельского образа жизни на сельских территориях создание занятости потому что страна у нас большая и во многом состоит во многих своих на частях состоит именно из сельских территорий поэтому у государства очень сложный в руках баланс когда нужно сохранять занятость на себе людей надо сохранять границы поддерживать большие в нашей стране вот то есть без производства без занятости люди там не выживут вот и с другой стороны есть тот объем продукции которые мы можем максимум себе позволить производить но с учетом нашего там экспортного потенциала у экспорт отдельная история санкционные все вещи которые известны да вот в этом отношении которые сдерживают наш экспорт определенно значит ну в общем меры поддержки есть это хорошо и они не скупы есть и региональные в новосибирской области есть федеральные есть комплексная программа развития сельских территорий по которой у нас в области достаточно много уже построено в ряде районов с точки зрения инфраструктуры в в общем вот в таком ключе и складывается жизни стоимость продукции я просто еще хотела спросить я помню когда только-только все начиналось народ начал кричать что вот а как же сейчас живут цены подпрыгнут и был момент когда привозили вот за счет импорта привозили тогда фрукты и до сих пор везут меняется просто место откуда везут цены то в общем то по большому счету на том же уровне практически остаются а в сельхоз продукции бывает что-то такое что можно по хитрому как запчасти для автомобиля взять и из китая из белоруссии привести но у нас по таким моментам как по таким позициям как говядина как молочные продукты у нас импорт достаточно большой то есть у нас именно для белоруссии созданы существенные преференции по ввозу продукции значит поэтому здесь если вы посмотрите на овощи при даже обеспеченности в принципе практически у нас в сетях картофель израильский египетский начиная с марта он 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 привозится вот здесь весь вопрос в том что мы производить производим у нас есть моменты с хранением этой продукции то есть сохранить до как раз пиковых значений рынка это как раз весна могут не все вот и это одна из задач скажем так для министерства сельского хозяйства вот развития инфраструктуры хранения аграрной продукции это касается и овощей и в принципе у нас элеваторные комплексы еще в советском союзе были подстроены практически сейчас ну за редким исключением в том же находится состояние своей технологии вот привести можно вопрос том что понимаете здесь же есть вещи спекулятивные то есть есть чувство конъюнктуры будущего спроса да вот какого-то поэтому по сути ассортимент на полках есть нет же такого что вот нету есть разные уровни цен которые не всем подходят вот силу ранее сказанных обстоятельств вот можно завозить но лучше производить у нас по большому счету мы самообеспеченное государство много сейчас к этому суверенитету дополнительно делается и в качестве селекционных материалов и семян пород и так далее то есть государство много вкладывает для того чтобы объективно вот этот мировой продовольственный кризис надо же не забывать это же не у нас цены выросли в новосибирской области население прирастает на 1 миллиард человек в 10 лет прирастает она в том числе за счет регионов юго-восточной азии наши соседи и сегодня вот если вы посмотрите на экспорт российской продукции апк которая безусловно это полезная штука несет валюту в страну валюта от экспорта продукция пк уже превышает выручку от экспорта вооружения это серьезный рычаг в международном международной деятельности нашей страны вот то есть в целом рост потребления продуктов питания он просто очень большой вот и здесь есть определенные циклы вот например 22 и 23 год это пиковые пиковые цены на многие продукты питания на мировых рынках например на тот же рис на упомянутый вами кофе на зерно огромные сейчас цены в том числе не потому что его меньше стало просто есть определенные скажем так ситуации на рынке то есть это очень глобальный сложный рынок часто биржевой часто сезонный вот и задача государства поддерживать запасы вот регулировать себестоимость чтобы она не зашкаливала когда себестоимость будет под контролем когда не будет вот таких скачков 20-30 процентных на топлива вот тогда поводов расстраиваться по поводу цен полки будет поменьше ну я так полагаю с топливом то более-менее разобрались ну во всяком случае снизили его вывоз количество которое вывозится и цены реально начали падать и мы видим что они снижаются но падать это когда она выросла на 3 и вернулась на 3 рубля а когда там 30 40 копеек сами понимаете два шага вперед шаг назад это не падение то есть это определенная корректировка и надо обращать внимание стоимость топлива в опте все что на заправке это по сути ну скажем так другая драматургия вот потребители другие а в промышленности сельском хозяйстве но масса сейчас проверок фас осуществляет именно по стоимости топлива в опте ну чуть позже просто эта стоимость она перейдет на заправку а насколько сильная на ваш взгляд будет инфляция чего вообще ожидать какого скачка я думаю что инфляция вот понять это же такое понятие то есть она в разных сегментах разное то есть если говорим о продуктовой инфляции которые мы уже говорили продуктовая инфляция на очевидно там 15 20 процентов рост цен на продукты он есть резкий будет скачок это будет медленный я так понимаю нарастающим итогом не понятно что это нарастающим итогом но время идет быстро год проходит быстро поэтому но в целом по основным группам товаров очевидно что не это не первый год когда там на 10-15 процентов продукты подрастают там как каком-то какой-то год простреливает там допустим растительное масло какой-то год если помните гречка там да то есть где-то как-то вот бывают ситуации когда это все по отдельным позициям подрастает ну когда-то мясо дорожает когда-то яйцо вот то есть на мой взгляд это будет в рамках среднегодовых значений за последний период вот ну вот наверное принципе ситуация подготовленная к этому то есть люди понимают что это не 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 вчера появилась но к чему готовится я так понимаю ну вот да так случилось нужно просто быть готовыми и страшного в этом мне кажется ну сверх страшного точно ничего нет но с гречкой я думаю что ну да нет я с вами полностью согласен то есть здесь просто следить немножко за собственным бюджетом семьи если есть возможность хозяйствить к продовольствию да там где-то все-таки посматривать на возможность значит альтернативы общественному питанию да ну я думаю что для многих это будет определенной поддержкой вот чисто рационализация вот собственных расходов вот в этом направлении потому что резервы для экономии существуют на самом деле вот наверное вот так вот и такая формула спасибо большое всего доброго вам всего хорошего хорошего дня спасибо